а друзья всем большой привет сегодня я вам покажу как я буду готовить маринованную капусту готовится она очень друзья быстро буквально все накрошил маринадом залил и оставил уже где-то на 8 10 часов и наша капуста готова так что мы делаем первую очередь это сразу подготовим маринад нам понадобится пол-литра воды вот вода у меня кипяченая поэтому отмеряю пол-литра воды так ровно пол-литра воды теперь в эту воду я добавляю подсолнечное масло 100 миллилитров подсолнечного масла самое обычное масло без запаха сразу сахар 1 2 3 4 5 6 6 столовых ложек сахара и сюда же добавлю соль одну не сильно полную столовую ложку без горки соли все это ставлю пока на плиту пусть наша наш маринад закипит от тем временем мы немножко буквально щепоточку соли где-то втулечка добавляем к нашей капусте буквально так чуть-чуть в нем капусту солью капуста становится более мягче и капуста пускает свой сок это очень важно капусту я взяла 1 качан капуста то есть у меня 1 килограмм 200 грамм вышла одна капуста поэтому здесь кило двести добавляю сюда натертую на мелкой терке морковь одна морковка большая у меня здесь натерла я ее вот на вот этой терочке вот на этой части и сразу же можно добавить лавровый лист добавляю и добавляю сюда красный сладкий болгарский перец он очень сладкий очень вкусный и добавляем его сюда 1 болгарский перец все это очень тщательно перемешиваем итак капусту мы перемешали теперь я добавлю у меня вот маринад кипит в кипящий маринад я добавлю уксус здесь у меня пол бокала уксуса это у меня 200 граммовый бокал и пол стакана уксуса добавляю в маринад сейчас мой маринад закипит и этим кипящим маринадом я залью нашу капусту в общем то можно не кипятить маринад а просто залить холодной водой но если заливать кипящей водой то таким образом капуста быстрее готовится друзья итак маринад закипел теперь я добавляю к нашей капусте весь маринад добавляем к капусте все перемешиваем накрываю тарелочкой и оставлю это пока при холодной температуре пусть побудет потому что когда остынет отправлю в холодильник и уже часа через 8-10 друзья можно просто эту капусту она получится очень вкусная вот так вот сейчас я поставлю сверху груз так вот я поставлю чашку с водой в которой мы варили маринад просто воду залила чашку и ставлю вот так вот чтоб было под прессом и теперь оставлю это до тех пор пока капуста не остынет как капуста остынет я ставлю в холодильник и часа через 8 как я уже говорила можно кушать капусту так друзья вот я достала нашу капусту она уже полностью готова такой хороший аромат идет перемешиваем в нашем маринаде кстати теперь эту капусту можно переложить в баночки поставить в холодильник банки обязательно нужно закрыть крышкой так перемешали в нашем маринаде и выкладываем в нашу тарелочку такой хороший вкусный аромат идет сейчас будем пробовать вот такая маринованная капуста друзья у нас получилась сейчас я ее попробую получается очень хрустящая очень вкусный маринад получился еще такой маленький нюанс когда будете выбирать капусту капуста должна быть очень хорошая и сладкая от этого тоже очень многое зависит перед тем как готовить этот салат попробуйте капусту если капуста сладкая и сочная соответственно и салат получится очень вкусным пробуйте пишите свои комментарии если кому то что то непонятно спрашивайте и всем друзья пока 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 и пока